Добро пожаловать в ИТОК, научно-образовательный проект об актуальных вопросах в мире автономологии. Я ее ведущая, Елена Дарья, и сегодня у нас в гостях профессор и доктор медицинских наук Катаев Михаил Германович. Какие медико-социальные проблемы встречаются на пути у околопластического хирурга? Сама по себе тема автальмопластика, мне больше нравится название автальмопластика, чем околопластика. Это не где-то околопластика, это автальмопластика. И сама по себе тема настолько интересна, что требует исторического рассмотрения. Когда зародилась автальмология, это была хирургия, в первую очередь занималась веками, вспомогательным аппаратом глаза, слезными каналами. Сейчас автальмология, в первую очередь, это интракулярная хирургия, это высочайшие технологии, это бреющий полет над сетчаткой, это пилинги макулярной зоны, катаракты с микронными разрешениями в области хрусталика. И как-то веки отошли на второй план. Но сейчас мы вот в нашей стране, в наших обстоятельствах, мы наблюдаем подъем интереса именно к вспомогательному аппарату глаза, к векам, к ресницам, к слезным путям, к орбите. И это очень отрадно, потому что возрождается, или даже не возрождается, а появляется интерес именно к такой реконструктивной восстановительной хирургии век и орбиты. И проблем здесь на самом деле много. Самое главное вопрос, для чего делаются все эти реконструктивные операции на веках, на орбите, на вспомогательном аппарате глаза. Если смотреть глобально, что такое вспомогательный аппарат? Это средство защиты, это средство, которое обеспечивает нам зрение. Веки – это то, что позволяет смотреть. Они позволяют открыть, закрыть глаз, они смачивают роговицу. Без век зрения не будет. Маленькое, тоненькое наше век, оно состоит примерно из 10 слоев. Каждый слой обладает определенной функцией, формой, требует особого подхода в случае его деформации. И мало того, что это такая морфологическая функциональная проблема, есть еще и проблема эстетическая. В последние даже не годы, а десятилетия на первый план стала выступать социальная адаптация людей. А социальная адаптация во многих странах определяется в первую очередь внешним видом человека. У меня были такие пациенты, у которых появился травматический маленький рубец на веки, неправильный рост ресницы, и они теряли работу из-за этого. Поэтому сбрасывать со счетов эстетический эффект в нашей области – это нереально, это невозможно, это неправильно. Когда возникает такая деформация, требуется исправлять. Государство идет на затраты с целью реконструкции вспомогательного аппарата глаза, орбиты из государственных средств. Но в основном это касается тех случаев, когда была травма, тяжелая онкология, врожденная патология у детей. И в основном это касалось тех случаев, когда имеются большие морфологические изменения. Что касается эстетического вида, это же очень большая проблема и очень важное значение для человека. Если он не может найти работу, если он не может адаптироваться в среде, я бы считал это одним из существенных показателей именно для социальной адаптации людей. Внешний вид лица человека – это существенный показатель для адаптации человека в профессиональном и социальном смысле. Если посмотреть на человека в целом, окружающие люди воспринимают его как эстетический объект в любом случае. Они его осматривают с головы до ног. Самое большое количество взглядов падает на лицо. Самое большое количество взглядов, падающих на лицо, касается глаз. И сделать красивые веки, сделать хорошие веки – это значит просто помочь человеку очень существенно. Надо, чтобы у него не слезились глаза, надо, чтобы он хорошо моргал, открывал широко, чтобы никакой деформации не было. Это существенно. И, в принципе, многие люди не способны оплатить какие-то операции реконструктивного характера. Они могут быть дорогими из своего собственного кармана. И это, в принципе, должно требовать бюджетных затрат. А какие еще разделы, помимо патологии век, рассматриваются в термопластике? Орбита, слезные пути. В общем, по параметрам, по профессиональному стандарту офтальмолога мы ограничены областью орбиты. Это веки, орбитальная зона и слезоотводящие протоки. Глобная часть уже не в вашем отделе, она уже переходит в другое специально? Мы не можем отойти от… Здесь нет таких четких резких границ, потому что бровь, она имеет в себе и часть лобной мышцы, и часть круговой мышцы глаза. Четких абсолютно таких разделов нет. Мы всегда немножко как-то выходим за пределы орбиты, но и соседние специалисты, те же риноларингологи, нейрохирурги, они тоже спускаются в орбиту, челюсть лицевой хирурги. Здесь очень такое тесное сотрудничество идет. Какая патология больше всего встречается у вас на приемах? Ну, может быть, больше всего это пациенты с патозом верхнего века. Из них чаще всего встречаются дети, но и взрослых тоже достаточно много. Ребенок может родиться с опущенным веком, но в процессе жизни многие люди получают такой дефект, как опущенный век, и не могут открыть глаза, не могут посмотреть. Это одна из самых частых патологий. Травматические деформации, взрывы, военные травмы, огнестрельное ранение, в рожденной патологии не только птос, но и другие виды патологии с деформациями. Много таких видов заболеваний, которые требуют лечения. Например, очень существенное такое заболевание, такое состояние, как последствия синдрома Лаэлла, например. Страшное. По сути, страшное состояние, которое возникает от приема одной таблетки аспирина, например. Если человек получает до 80% практически ожога всего тела от одной таблетки, и потом долго лечится, может потерять зрение из-за того, что происходит некроз слизистых оболочек. Главное вовремя это схватить и вовремя начать лечить, начать оперировать. И, в общем, проблем много. Орбитальные травмы, ДТП. В автомобиле разбивается очень много людей, и переломов орбит достаточно много. Это, в общем, нескончаемый поток. Какие на сегодняшний день технологические достижения в медицине, может быть, и не только используются в авторной власти? Сейчас мы, фактически, единственное учреждение в стране, которое приобрело специальный микроскоп для проведения авторомопластических операций. Он отличается от обычного авторомологического микроскопа тем, что у него другое расстояние фокуса, другое увеличение, другое манипулирование самой головкой камеры. Есть возможность записи 3D изображения. Это тоже, кстати, очень важно, потому что учить каким-то операциям на изображении в 2D очень трудно. На экране все смазано, все в одной плоскости. Когда люди смотрят на 3D, они получают информации в 100 раз больше. Для обследования в основном используются такие 3D-технологии. Это 3D-сканирование, 3D-моделирование черепа. Для хирургической деятельности используются инструменты, аппараты, приборы, лазеры различных типов, радиоволновые приборы, каблаторы. Ну, что говорить, простые инструменты, они тоже изобретаются, бесконечно изобретаются. Для каждой какой-то новой операции изобретается что-то новое. Я вспоминаю Владимира Николаевича Конюкова, который был директором Оренбургского МТК. У него есть целая книжечка, в которой перечислены большое количество инструментов, которые он сам изобрел. С его подачи это все было сделано. И они настолько полезны, что просто диву даешься. Это простые инструменты, но они приспособлены именно практически для каждого этапа какой-то операции. Но они очень экономят время и психику хирурга. Можно ли назвать тогда офтальмопластику микрохирургией или это все-таки макрохирургией? Офтальмопластика вот стала развиваться так активно не так давно. Но и аппаратура, инструментарий для офтальмопластики – это, в общем, недавняя тема. И микроскопический взгляд на офтальмопластику не совсем правильный. Потому что если под большим увеличением смотреть на века, то мы не сможем получить правильный результат. Потому что это будет слишком близко, слишком крупно. Нам надо видеть лицо. И надо видеть веки на лице. Офтальмопластика – это раздел офтальмологии или это раздел классических век? Безусловно, это раздел офтальмологии. Я уже говорил, что офтальмология, офтальмохирургия началась с офтальмопластики, с хирургии век. Это уже потом акценты перешли на интерокулярную хирургию. Безусловно, это все часть офтальмологии, офтальмохирургии, хирургии вспомогательного аппарата глаза. Согласование с пластическими хирургами идет постоянно. Тут есть и какие-то недосказанности, есть и взаимопонимание. Постоянно мы находимся в какой-то связи с пластическими хирургами и стараемся добиться консенсуса. Но отдать офтальмопластику в общую пластическую хирургию невозможно. Просто нереально. А нужен ли диплом специалиста пластического хирурга офтальмолог, который хочет заниматься офтальмопластикой? Нет, мне абсолютно не нужна эта офтальмология. Это просто раздел офтальмологии. В номенклатуре операций офтальмологического профиля находятся все те названия, которые мы выполняем. Какова роль офтальмопластического хирурга, когда происходит травма на лицевом скелете? То есть, куда в первую очередь отправляется этот пациент? То есть, в первую очередь, кто его смотрит, если затронут и без глаз? Да, насущная проблема. Обычно после ДТП, например, если человеку без сознания, его отправляют в травматологию. Смотря какая травматология ему поводится, или это районная больница, или это центральный какой-то институт. От этого будет зависеть первичная хирургическая обработка. Но на том уровне, на котором требуется, на уровне офтальмопластики, обычные травматологические учреждения не смогут зашить веки, не смогут воспроизвести то, что требуется. Переломы орбиты, они всегда сочетаны практически. Они сочетаны настолько, что требуется всегда помощь других специалистов. Это и нейрохирурги, и челюстинцевые хирурги, и ренологи, которые помогают восстановить. Поэтому хорошее сотрудничество, хорошее консенсус офтальмолога, офтальмопластика, со смежными специалистами – это огромный выигрыш для пациента. У меня к вам последний вопрос. Почему вы выбрали именно глаза? Дело было еще в студенчестве, когда я хотел, естественно, заняться хирургией, как все. У нас был курс офтальмологии, и в один момент, это было в госпитале, у нас было заседание кружка в госпитале на улице Листьева, я посмотрел чей-то глаз в очень хорошую щелевую лампу. Увидел, что глаз – это совсем другая конструкция, чем та, которую мы видим без щелевой лампы. Ну и как-то так вот заинтересовался и пошел заниматься более прицельно офтальмологией. В кружке моим куратором, моим лидером, отцом по офтальмологии был Свирин Александр Васильевич. Он сейчас, здравствуй, дай бог ему здоровья. Вот. А что касается офтальмопластики, тут история более пикантная. Когда я уже заканчивал институт, случилось так, что я обратился к Розе Александровне Гундеровой с предложением как-то использовать меня в качестве офтальмолога. Вот. Она посмотрела на меня, она была крайне очень взвешенный, умный человек. Она сходу понимала все, что видит вокруг. Ну, она сказала, будешь заниматься офтальмопластикой. Я спросил, а что это такое? Она сказала, ну это всякие бородавки, попелонки у артистов убирать. Все бородавки, попелонки я удаляю очень редко, особенно у артистов. В основном попадаются какие-то свои граждане с тяжелыми травмами и реконструкциями. И тогда сейчас, когда вас ординатор, студент спросит, что такое офтальмопластика, что бы вы имеете в виду? Я бы молча посмотрел ему в глаза и подождал бы, пока он скажет вторую фразу. Зачем ему это надо? И у нас в гостях был профессор, доктор медицинских наук, Катаев Михаил Георгиевич. Спасибо вам большое.